Не вчера Европу захлестнула волна мигрантов, и не вчера стало понятно, что среди них могут оказаться и террористы. Серии терактов в Брюсселе, а до этого в Париже, заставляют задуматься, а не были ли они связаны. Если есть между ними что-то общее, то что? Почему после парижских взрывов не была усилена работа спецслужб? Насколько хорошо подготовлены теракты в Брюсселе, есть ли угрозы для России? Об этом накануне ТВ рассказал вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов. Эксперт читает, что Брюссель, выбранный еще и потому, что среди многочисленных миграционных гетто террористам затеряться очень легко. Другая очевидная причина – неготовность силовых структур предупреждать такие акции. Терроризм – оружие слабых, но действует он невоенными методами, поэтому так сложно поддается предупреждению. У России накоплен большой опыт противодействия нестандартным, нетипичным акциям, начиная с Буденовска, Норд-Оста, Беслана, но расслабляться нельзя. Угроза для России достаточно велика. Наверное, будет приносить проблемы не только в Европу, но и в Российской Федерации, вообще по всему миру. Надо быть, в общем-то, готовым, без ничего нового, наверное, срабатывать не надо. Надо просто более эффективно стараться работать с новыми структурами движениями. А населению гражданству пытаться помогать и, самое главное, не впадать в панику, в тревогу, не поддаваться страху, тем самым не помогая террористам. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».